Всем привет! Так уж всегда выходит из года в год, что очень-очень много подростков идут учиться в институт, совершенно не зная о том, кем они хотят стать в жизни, чем они хотят заниматься и каково вообще их призвание. Это абсолютно нормально, но очень и очень многие переживают о том, что как так, мне там уже 18-19, я ещё абсолютно не нашёл какой-то цели в жизни, не знаю, чем заниматься и что делать. Поэтому они учатся, идут учиться в институт на странную специальность. Кто-то поступает просто из-за родителей, из-за того, что не нужно их разочаровывать, кто-то потому что «ну а куда ещё?», кто-то просто ориентируясь на том, что «ну вот это сейчас входит в мой круг интересов, поэтому туда-то я и пойду». И сегодня я хочу обсудить эту проблему, а именно поговорить о том, что делать, если не нравится учёба в институте. Немножко расскажу о том, как было у меня. В школе мне всегда нравился английский язык, в классе в 10-11 я начала активно интересоваться общество знанием и всегда любила русский язык и литературу. Вот с этим набором мне и нужно было двигаться дальше. То, что я хочу фотографировать, мечтаю о профессиональной камере, был в 2009 год, мечтаю о профессиональной камере и вообще вижу себя в какой-то творческой специальности и среде, никого не волновало и вообще не было возможности реализовать это в моём городе. Поэтому вот этот набор «Общество знания, русский язык и английский» давал мне выбор только между рекламой, связями с общественностью и социологией. И всё. И я поступила на социолога. Всё. Я отучилась 5 лет на довольно странной специальности, которая связана вообще с наукой, которая связана больше с политикой, с психологией, с философией. Да, я, например, получила очень важное знание именно относительно психологии, философии. Всё остальное мне абсолютно не пригодилось никак по жизни. Я ещё не могу сказать точно, но до момента сейчас вообще не пригодилось. Вот. И я не могу сказать, что это плохо, что я прошла через это. Потому что быть студентом — это в любом случае уже плюс. Ты уже не сидишь на иждивении у родителей. У тебя уже в жизни что-то происходит. Что тебе остаётся? Просто участвовать в этом. Просто ходить, просто заниматься. Учёба отнимает слишком много времени. Или там вся голова забита этим. Или вообще не хочется просыпаться, вставать, что-то делать. Вообще не хочется жить из-за того, что вот идёшь непонятно куда, непонятно зачем. Это настолько нормально, все эти ощущения. И справиться с ними можно легко несколькими пунктами. Научиться организовывать свой день, свою жизнь. Иметь распорядок дня, иметь список каких-то планов, дел, задач, чтобы не было этого хаоса. Чтобы не было ощущения, что это вот огромная куча ненужных, непонятных вещей, в которые нужно прибираться каждый день. Чтобы такого не было, нужна организация и увлечение, ну, увлечение, хобби и перестройка, в принципе, своего настроения, своего образа мышления. Вот все эти пять лет, что я училась в институте, я действительно занималась и пробовала заниматься очень многим. Именно за это время учёбу я начала зарабатывать съёмкой, я начала пробовать, я накопила деньги на первую камеру. Я вот в этом плане начала развиваться, начала рисовать, начала общаться с людьми творческими. То есть это всё произошло именно пока я ходила в институт на лекции по социологии. То есть они вообще никак не были связаны со мной, моей жизнью и так далее. Потом, учёба — это не работа, учёбу можно пропускать. Таким образом, именно в эти студенческие годы у вас будет максимальное количество свободного времени, которого не будет потом, когда нужно будет работать. Используйте его с умом, развивайтесь. Как раз-таки совершенствуйте своё мышление, научитесь жить осознанно, научитесь жить в моменте сейчас, научитесь управлять своим настроением и вообще отношением к тому, что происходит. Ведь от таких элементарных вещей, как во всём плохом, можно видеть что-то хорошее, до более значимых и более весомых по жизни. Обязательно читайте что-то по учёбе и обязательно читайте что-то, не связанное с учёбой. Это вообще не важно. Художественно, это научно не важно. Много читайте, потому что, опять же, потом не будет так много времени на чтение и свободного времени. Также очень важно вдохновение, потому что, когда наступает период жизни, когда нужно заниматься и делать вообще то, к чему совершенно не лежит душа и нет желания, нужно всегда находить в чём-то от души. Нужно смотреть потрясающие фильмы, которые будут заряжать тебя атмосферой, энергией вот этим всем, общаться с людьми, от которых ты получаешь вдохновение. Именно в студенческие годы, вот в этот возраст, от 18 до 22-23, вперёд закладывается социальный багаж и всё то, что ты будешь нести дальше с собой по жизни. Поэтому это время ни в коем случае нельзя тратить на нытьё, на жалобы и на деградацию, потому что это решит всю последующую твою жизнь, если ты просто как бы просрёшь вот эти вот годы. Да, звучит стандартно, да, это может сказать любой взрослый, но сейчас всё не так, как в молодости у наших родителей. Сейчас абсолютно другие цели у студентов, вот с детского возраста и так далее, и так далее. Каждый хочет добиваться не просто того, чтобы у него была квартира, машина, ребёнок, а хочет работать на себя, путешествовать, быть независимым. Поэтому нужно в этом возрасте делать то и развиваться для того, чтобы потом у тебя было свободное время, свободная работа, свободная жизнь, в которой будет всё то, чего ты хочешь. И кто вам не даст подробную инструкцию о том, вот как стать счастливым сейчас, или действительно что делать, если не нравится учёба в институте. Максимум, что могут сказать, это ну брось, ну переведись, ну смирись. Нет, нужно действительно покопаться в голове, найти все проблемы, корень этих проблем, устроить организацию в своей жизнедеятельности, искать вдохновение и найти себе хобби. Всё. Ну и конечно, мои бы эти годы не были такими лёгкими и приятными, если бы не друзья, если бы не люди, а если бы не родители, которые что бы ты ни сделал, какую бы ты ерунду ни натворил, всегда поддержат. Это важно. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова